МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Тревожный сигнал в студии Екатерины Макеевой и коротко о главных происшествиях за эту неделю. Новый случай мошенничества с банковской карты. Преступники добрались и до Сбербанка. Серьезный пожар в Ермолаево, сгорел производственный склад. Нападение грабителя. Как постоять за себя? В Кумертау зарегистрирован случай мошенничества с банковской карты Сбербанка. Начинается все с того, что вам на телефон приходит СМС о том, что карта заблокирована. Для того, чтобы это исправить, нужно перезвонить по неизвестному номеру. На том конце провода представляются сотрудникам Сбербанка. Мошенник очень-то охотчиво объясняет о том, как разблокировать карту. Жертве нужно подойти к терминалу и набрать определенную комбинацию. После этого деньги с карты исчезают. Призываем жителей отнестись к этому случаю очень внимательно. Это очередной новый способ обмана людей в городе. Если вам пришло подобное СМС, нужно перезвонить на горячую линию Сбербанка. На неизвестный номер звонить нельзя, так как вам ответит не сотрудник банка, а преступник. В городе участились случаи, что пассажиры маршруток стали недосчитывать сдачу, которую им дают водители. На выходе из газели, получая ее с крупной купюры, человек не успевает ее пересчитать. В итоге уже на улице обнаруживается крупная недосдача. Обсчитывают нарочно или случайно, сказать нельзя. Но то, что недосчет идет не только на мелкие суммы, но и на десятки рублей, это факт. В связи с этим призываем жителей быть особенно внимательными при расчете за проезд. С 21 апреля стартует операция от ГИБДД под названием «Машрутка». Цель ее проведения – это проверка всех норм по перевозке пассажиров. В этот период сотрудники ГАИ обратят повышенное внимание на водителей. Также будет проверяться техническое состояние транспорта. За прошедшую неделю по городу Кумерта произошло 27 дорожных транспортных происшествий с механическим повреждением. И одним фактом был наезд на пешеход, на женщину, на площадь Советов, на Перековской улице. Кармакс, Ленина, на автомашине ВАЗ, 10-й модели, совершил наезд на женщину. К женщине обратилась в страх пункт и за прошедшую неделю было задержано водителей, не требовалось в состоянии, а 12 водителей. Вопрос. Сама оборона в современном мире весьма не лишний. Человек должен уметь защитить себя. Особенно это касается женщин. В темном переулке гораздо легче ограбить девушку, нежели мужчину. Сегодня мы решили затронуть вопрос, как постоять за себя женскому полу. Если в темном переулке вы встретились лицом к лицу с опасностью, главное это не паниковать. Давайте рассмотрим основные правила действия. Первая ситуация. Нападавший имеет при себе нож. Нужно попытаться отбить его руку. Ударять нужно двумя руками по его сгибу локтя. А после нанести удар в шею и глаза. Тем самым ошарашив вора. Затем убежать. Ситуация номер два. Грабитель с ножом нападает сзади. При этом одна рука у вас остается свободной. Ей нужно отбить руку противника и ударить в лицо и шею. Третье. Грабитель производит захват двумя руками сзади. Нужно быстро ударить каблуком по его ноге. Бить нужно как можно сильнее. После этого попытаться освободиться от его рук. Затем ударить в шею и глаза. Четвертый случай. Грабитель хватает за руку или сумку. Нужно быстро развернуться и ударить ногой сбоку в коленку. Далее следует удар в горло и глаза. Как ни странно, чувство страха может вам помочь. Кричать и звать на помощь нужно как можно громче. В таком случае противнику легче будет просто убежать. В редакцию программы поступила жалоба на работу городских служб такси. На днях произошел случай, что вызов машину клиент прождал более 40 минут. Такое опоздание сотрудники такси ничем не аргументировали. Более того, человека не предупредили о том, что машина опаздывает. В результате пассажир опоздал на поезд. Возникает вопрос, есть ли будущее у организации, в которой не ценится клиент. В выходные в Ермолаево произошел серьезный пожар. Загорелся производственный склад со строительными материалами. Причина тому нарушение технологии производства. В Кумертау за неделю произошло два пожара. Сгорел автомобиль «Волга». По версии следствия, произошло это в результате поджога. Также сгорел жилой дом в Пятках. К счастью, никто не погиб. Но из информации о других правонарушениях мы обратились в полицию. За период времени, с 14 по 20 число, в юридическом отделе МВД России по городу Кумерта поступила информация о 20, 20, 30, 4 происшествиях. Из них криминальный характер 89, 15 фактов кражи, нанесение побоев 44, 15 фактов мошенничества, обращение в травмпункт было 31, 30 фактов ДТП и 3 случая пожара. Со школьных лет человеку объясняют, почему нельзя начинать курить. Эта привычка наравне с алкоголизмом медленно разрушает организм. Каждые 8 секунд из-за табака в мире умирает один человек. Из 300 миллионов – 40 миллионов курильщиков. О вреде курения известно всем. Однако в 21 веке борьба с никотином продолжается. Табачный дым содержит более 3000 химических соединений. Среди них аммиак, бензол, формальдегид и другие. Они вредят генетическому материалу клетки. Хронический бронхит, эмфизема лёгких, пневмосклероз – это только начало списка. 20 лет курения – это 6 килограммов золы в организме. Длина жизни при этом сокращается на 20 лет. Стоит ли минутное удовольствие всех этих жертв? За прошедшую неделю городским отделом судебных приставов привлечено к административной ответственности 137 граждан. В адрес 70 человек был ограничен выезд из России. Произведено более 100 арестов имущества. 8 жителей привлечены к уголовной ответственности за отказ от оплаты алиментов. Просим вас внимательно смотреться в лица, которые вы видите сейчас на своих экранах. Эти люди находятся в розыске по этой же причине. Если вы владеете информацией об их местонахождении, просим вас сообщать по телефону 3-48-35. Майские праздники – это не только приятный отдых в лесу. Это и большая опасность подцепить энцефалитного клеща. Именно в этот период насекомые начинают свою охоту. О том, как защитить себя и снизить риск встретиться с клещом, в нашем следующем сюжете. Итак, отправляясь в лес вместе с близкими, нужно внимательно продумать гардероб. Самое главное – это закрыть все тело. Одевать лучше однотонную одежду, избегая коричневого цвета. Именно он особенно привлекает клещей. На голову обязательно повязать косынку или одеть шапку. Перед выходом из дома нужно обработать все тело средством от насекомых. Одежду тоже нужно обработать. На ноги лучше не одевать кроссовки. В них найти клеща гораздо сложнее. В лесу стараться как можно меньше времени проводить под деревьями. После возвращения домой нужно внимательно осмотреть все тело. Одежду же постирать при высокой температуре. Также внимательно обследовать своих домашних питомцев, если они были вместе с вами. Если к несчастью клещ вас все-таки укусил, нужно сразу обратиться в скорую помощь. В Башкирии за неделю завели 42 уголовных дела по наркотикам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства наркоконтроля. Из незаконного оборота изъято гашишное масло, марихуана, героин и другие вещества. На телефон доверия поступило 34 сообщения о фактах сбыта и потребления наркотиков. Сейчас они проверяются оперативными службами. Ну а это были все новости о происшествиях за эту неделю. В эфире была программа «Тревожный сигнал». Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова